Хвала Тебе, и пощадил и помиловал наследие Твое. Хвала Тебе, благослови болящего Владимира, и нас помилуй и милости Твоей, а ради. Аллилуйя, аминь. Вот ветер не особенно слышно будет, поближе будет. Это вот лагерный пруд. А это вот провода, хорошо покажи на столбах. Вон они, ветки уже касаются их, повисли. Здесь мы очистили, все убрали. На эту сторону покажи. Вон они, провода идут. Ну что, провода среди ветвей идут, это не положено. Нам нужно убирать. И вот над нами, вот это вот, вот они нависли. Прямо как это падает, и сразу на провода и рвут провода. А провода под током. Вот посмотри, какие. Мы часть убрали. Спрашивают, а можно ли было без этого как-то. Не делать нельзя, опасность. Опасность, электрический ток, его выключили. Опасность в лесу всегда повышенная. Никита пас коров. Это 13-го до обеда было. Мы с Володей здесь. Вот это вот место. Оно как бы один куст. Видите сколько? Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь до три. Спиленные три. Четвертое. Семь до четыре. Одиннадцать. Спилили. Двенадцать, тринадцать. То есть одним. А это прямо как из одного места идет. Но вверху они переплелись, деревья эти. Какое за каким убирать, надо смотреть, какое будет падать. Не зацепится за другие. Таким деревом оказалось вот это вот. Вот оно спилено. Вот главный виновник. Вот показываю палочка. Вот размер ее. До сантиметра. Вот она палочка эта. Но оно не первое. Первое это. Но оно из-за него вот так вот вышло и падать будет первое. То есть обвило его как бы дерево. Мы должны его убрать. Пилить неудобно. Мы пилим вот этот вот. Нам удалось его спилить. Вот оно грохнулось. Дальше. Это потом правда сделано было. Вот оно какое. Ну все. Ну тридцать с лишним сантиметров. Понятно, что большое дерево. Это мы уже с Никитой спилили. Вот оно перед нами лежит. Вот это вот дерево. В то время мы начали делать это. У нас есть веревка. Альпинистская веревка. Вот она. Мы принесли лестницу. Отсюда можешь показать. Одну вторую. Вон-то 6 метров лестница. Довольно высокая. Из лагеря. А это голубям лазить. Значит наклоненная. Но до проводов. Расстояние какое-то есть. Мы знаем, что нужно сделать. Повыше засыпить. А для этого у нас здесь крючок. Мы веревкой обматываем. Дважды вокруг. И за крючок сцепляем. Она ее затягивает. Все. Теперь. От нее протягиваем веревку. Мы зацепили ее, как я помню, вот за это дерево. Вот это вот дерево было вот здесь. Вот. Тут расстояние всего 2 метра. Но между ними вот эти деревья еще. Все мы не могли предусмотреть. Тут и ветер имеет очень большое значение. Насколько мы слаженно работаем. Мы высчитали все. Пилим. Оно наклоняется и висит на веревке. Вот на это. Веревка натянулась. Там привязана. И конец здесь. Две петли. На две петли. Дернешь, когда нужно освободить. Сразу вся система освобождает бревно. Бревно настоящее. Вот оно лежит. Ну, представь, какая длина его. Да на нем еще ветви были. Это не просто было. И вот оно падает. Этого мы уже совсем не предусмотрели. Оно отпиленное. Вот это вот. Это дерево целое. И это целое. А вот это вот, которое мы пилили-то. А оно падает, опускается. Потому что веревка-то тянет ее туда. Оно между ними падает. А оно идет здесь-то, идет косиной. Вот как идет. И оно сюда. А у дерева кверху уже. То есть широкая часть оказывается внизу. Вот это вот. Оно вот так вот зависло. Зависло. И здесь оно упирается вот сюда вот. Вот оно уперлось об это дерево. Вот в это вот. Вот так вот дерево висит. И вот туда его. Вот это вот дерево проткни туда. Как его убрать теперь? Нам уронить его надо. Если бы оно было отдельно, тогда проще всего. Веревку маленько слабину даем. Вот оно так есть. Теперь освободили его. И за собой тащим. Поворачиваем. Мимо проводов, чтобы было. И кладем на землю. Нам все было известно. Неизвестно вот это вот. Что оно здесь застрянет. Мы считали, что большая тяжесть. Она вот так вот его поднимет. Оно было и поднимать начало, но опустилось. Потому что часть ветвей обрезали. И оно уперлось вот в это вот. Вот так вот было. Володя на той стороне находится. Я на этой. Мы ее пытаемся поднимать. Я вытесываю вот такую вот. И начинаю подваживать под нее. Маловато. Но это береза. Сделаем из яблони. Вот это вот вага. Володя ее затесал. С той стороны начинает поднимать. Нет. Не сделать. Прежде чем что-то делать, я всегда говорю. Так, братья, давайте подумаем. Володя очень горящий на работу. Мне это очень нравится. Я говорю, давайте мы это оставим. Другое дерево будем пилить. А Никиту дождемся. И чтобы принес большой ломик. И ломиком с той стороны он начнет подваживать. Ну там можно где-то зацепиться, стоять-то. Нам главное его выкинуть. Но мы его оттуда-то толкаем. Вот так. Но оно уже привязано. Вот это-то вот. Веревка-то. Теперь мы тянем. Мы сгибаем то дерево уже. Мы не можем его куда двигать-то. Куда? Когда оно привязано. Вот оно как. Вот это ее... Ну, то дерево вообразить надо где-то. Мы уже все сделали. Володя говорит, надо как пенек один. Вот я этот пенек достал. Подставить его надо. И, наконец, нам удается вот так повыше поднять. Вот до сих пор. Теперь надо его закрепить. Мы еще подваживаем, еще палку с одной стороны и закрепили. Я решил тогда еще, надо еще одну вагу более сильную. Я отвернулся вот так вот и сюда слышу крик. Ой-ой-ой. Володя еще не дожидаясь меня, он лезет сюда. Вот это левый сапог, его сапог тот самый. Я попросил у него сейчас, он благословил взять сапог. Левая нога. Он вот сюда становится. Вот сюда, ногой правая он там стоит. Левая сюда. Вот так он стоял. Я говорю, зачем же ты встал? А вот это нам мешало, вот здесь вот дерево. Мы топором отрубили. Отрубили. Вон он топор лежит. Покажу. Вот этот самый топор. Вот та самая пила большая. Это все то же самое. Ну, Володя дома там. Вот это отрубили, чтобы здесь как бы побольше проход-то был. Чтобы проскочило это бревно-то. Он его, Володя, решил рукой поднять. Руками. Залез сюда. Я говорю, когда случилось, как ты ногу-то выдернул-то? Оно могло ударить вот так вот и кость раздробило бы всю. Это сила страшная добил. Может, веревка тянет туда. В натянутом состоянии все. Но она ударила его вот в это место. Вот как дело происходило. Вот сюда вот. Как он вырвал ногу-то, не знаю я. А тут-то еще вот это вот. Это потом, кажется, отрубили. Еще один. Это одно гнездо. Видно, вот оно. На сантиметров 60 от земли они начинают расходиться. Это один пень. Мы не могли этого учесть, что застрянет. И не знали, как вытащить. Нам, когда подняли, уже сняли. Давить надо. А эти деревья-то мешают. Оно в них упирается. Развернуть нельзя. Мы начали это дерево уже спиленное. Разворачивать в ту сторону. Вот туда потащили его. Развернуть. А дальше оно не дает. Тут сучки дерева. Два дерева над нами. Вот так. И оно посередке. Это мы ничего не могли учесть. Что делать? Оно висит. Ставит рядом лестницу. А лестница высокая. Она оборвется там. Крюк разогнулся или что-то. Что угодно может быть. Но веревка-то мощнейшая. Ее не порвают. На ней машину вытаскивают. Это альпийская веревка. Вот пальцы мои видно. Толщиной в палец. Это тренера высокоорганизованный. Высокий профессионал. Шепченко-Николай. У них была экспедиция. Попутно сказать. Плотников во главе был. Кажется. Четыре человека. Финансировал Элленбанк. И печатали последние встречи. Время и деньги. Газета. И ушли они на авиарест. И при спуске застала их буря. Все погибли. Остался один. Как он группа Дятлова. Который заболел и не пошел. Один остался живой. А веревка осталась на память. Я покупал. Он говорит там где-то осталась. У них тоже какой-то лимит. Насколько, чего и как. Это все завязано тут. Что-то раскрепалось. Вот. То есть я говорю, что веревка бы не оборвалась. Крюк мог разогнуться. Ну тоже ничего этого не было. Ну и Володя еще после этого поработал. Я не знаю, часа полтора. Я говорю, ничего не раздавил. Он снял сапог, потер. Да нет, вроде ничего нет. Но закричал он сильно. После обеда вышел. Маленько поработал. Маленько. И не могу говорить. Больно. Ну а дальше начали созваниваться. Искать долго. Его искали этот полис. Полис оба у него не было. Лена Барабаш еще раньше настояла, чтобы он имел полис. Там темно сильно. Полис. Ну вот так вот. Сделай так. Ну и полис. Никита пришел, долго искал, нашел. Потом Лена его на машине и повезла. Вот как это дело было. Кто виновен? Вот и решай, кто виновен. Володя, я сам виновен, говорится. Сам напросился. Ну и лез сюда. Я говорю, надо подождать. Перед этим я ему сделал замечание три. Примерно. Без рукавички. А пилим. Вот так вот пилить. Вот это вот. Ну тут сюда ударяет пила. Она не входит. Но ясно, что рука будет ободрана. Надень рукавички. Рукавичку надел. Полез сюда, тебя придавит. Вот вчера зависшее вот так вот дерево. Ну просто большое. Вот это вот самое. Во. Во-во-во. Глянь какой. Так это намного больше. 40 сантиметров в диаметре. Лежит под ним ножовка, кажется. Да. Я говорю, Никита, подай. Никита лезет. Ножовка. Залез под дерево. Развернулся. Вот отсюда идет. Развернулся над ним. Я кричу, что ты делаешь-то? Потихоньку, да глядя, да шмыгнулся бы. Брать рукой. А он зачем? Ну вот оно под деревом лежит. Вот на этой стороне ножовка. Вот она. Возьми. Подходит. Оно висит вот так вот. Зашел. Оттуда заходит. Задом развернулся. Взял. Под этим туда-сюда. Никакой нужды нет. Я объяснить еще не могу. Искушение. Совсем не усмотришь. Володя-то не два года, а 38. А мог он это предусмотреть? Не мог. В нашей практике этого не было. Сейчас вот ножи, которые наклоненные туда, мы их не трогаем. И здесь минимум четыре вот этих надо убрать. Убрать. А чтобы убрать, когда предварительные, которые вот наклоненные, тоже убрать. А убрать-то пилить Володю нету. Никита сравнивать даже не приходится. Володя ловкий, сообразительный. И поэтому, а сегодня у меня температура. Я больной. Я говорю, больному льготы никакой нету. На фронт идешь. Льгота в Израиле была боязливым. Ты должен сказать, я боюсь. Вот я тогда все, снимаю вопрос. Боязливым делать на фронте нечего. Поэтому ты боязливый. А Володя больной или боязливый сейчас? Володя больной. Ну, больной. Но больной недвижимый. У тебя ничего этого нет, там температура какая. Поэтому мы уходим. Работать с тобой я не буду сегодня. Ты отпас. Сейчас пойдешь на Держе Васильевне помогать помидоры там носить и проще. Все, вот крестится даже не пепет. Ты не видишь его? Дай-ка покажу. Доволен? Ну, я, да. Ну вот, я не скрываю, что это не работник. Наемник говорит, не работник. Вот мы показали, как это было реально. И сапог, и деревья. Вот они стоят. А можно предусмотреть? Теперь, если задним числом можно было. Русский мужик говорит, умен задним умом. Когда уже дело произошло. Так что мы сейчас с тобой забираем большую лестницу. Забираем инструмент, ждем малыша Романа. И тогда он с пилой придет. Веревками, вот вчера мы пилили. Вот пилили вот это дерево. Вот это вот. Но оно маленько проводов как бы касается. Мы поставили лестницу. Его зацепили. А Никита, там вода, как-то он перелез, ловко он лазится. И залез на тот большой сучок. Там уперся спиной вон туда повыше. И тянул веревку. И дерево грохнулось. И не затронуло провода. Никита на своем месте оказался. Ну, а тут пилить надо. Не стоять, не тянуть, только веревку. Так что мы сейчас все забираем. И уходим. Хорошо, что ты пришел. Инструмент наш с нами. Берем большую лестницу. Лайкер. А то сейчас на велосипед кладем. А сзади ты будешь нести. Все. Спасибо.